Всем привет! И сегодня у нас выставка в Новороссийске. Выставка комнатных растений. Напоминаю всем жителям и гостям города Новороссийска, что сегодня выставка проводится на другой площадке. Не в МКЦ, а в торговом центре Смена. Это улица Коммунистическая, 28А. И начинаем мы вам показ с места Леры. Валерию вы знаете, у нее очень много экзотических растений. И вот таких сейчас для всех привлекательных, ароидных. Сейчас мы вам покажем, что же тут у Леры стоит. Ну и начинаем вот с интересного каладендрончика. Грацилис. От двух тысяч такие сердечки. Прямо действительно сердечки, приятного такого золотистого цвета. Молодой листик потом зеленеет. И цена от двух тысяч. Хорошенький такой кустик. И сердечки с глянцем. И плотные очень. Вот такой интересный. Это филадендрон. И здесь же стоит эпипремным фенатум. Твориегатный. Тоже, посмотрите, уже вырос в большой кустик. Две с половиной тысячи. Вот такой прямо огромный. Это тот, у которого потом листик будет разрезаться. Резным, красивым, крупным. В дальнейшем. Мы же терпеливые. Мы можем дождаться, когда наши растения станут красивыми и видными. А сейчас пока они не очень большие. Хотя вот, пожалуйста, и очень большая. Это оранж старт. Да, Лер? Да. И стоит она 1300-1500 в разную. Это отставлено растение для галли. Я потом подойду. Оранж старт. 1300. Вот я тоже деленочку в одну веточку в магазине покупала намного дороже. 1300 для этого сорта очень хорошая цена. И вот такой. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот такой спайдер. Это монстера. Посмотрите, с такими дырочками смешными на листе. Ага. Вот сейчас мы вам покажем. Там, видите, просветы вот так видны. И Лера говорит, что есть у нее два сорта. Это зеленая, еще будет голубая. Она сейчас разрастается. Она вьется, как обычные монстерки. Плетется. И стоит она? Тоже от 2000 там срезан. От 2000. От 2000. Посмотрите, какая интересная. На вид даже интересная. Эксклюзивный цветочек монстера варигатная. Цена. Вот приходите, узнаете. Такая цена тоже эксклюзивная. Но это цветок, который встречается не на всех выставках и далеко-далеко вообще не на всех выставочных площадках. А, вот еще у нас же Ring of Fire. Сейчас он уже у Леры в свободной вот так продаже с деточками. И вот удешевление за счет того, что продаются верхушки и низушки. Ну, получается, низ цветочка вон с наросшими уже детками. Лер, такой сколько горшочек стоит? 4000. Вот такой большой кустик. Верхушки от 3,5. Эпипрем, ну, вот так вот называется. Севи Блю. Севи Блю. То есть, в дальнейшем, молодой листик пока зеленый, но в дальнейшем он будет таким сизо-зеленым. То есть, в голубой цвет будет уходить. Это у нас филодендра? Да. Это тоже филодендра? Да, с мотолитаном. Он баркадный. Листик потом становится резным. И цена такого у нас? Есть на отрезке вот 900 рублей. Ага, 900 рублей. Это часть, да? Часть стебля с листочком, с узлом. Нет, там верхушечная уже несколько узлов. А, вот даже уже несколько. Лера говорит, несколько узлов. Вот здесь, агланымки, сейчас покажем. Это диффенбахию я вижу. 600 рублей. Агланыма 1800. Вот такой большой кустик диффенбахии, такого интересного цвета. И вот это агланыма 600 рублей. Вот это у нас блюформ, да? Да. Тоже? Вот у них лист потом. Нет, это скелетон. А, это скелетон. Скелетон тоже он будет резать со временем, да? Вот это нет? Нет, это тоже скелетон. 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 И потом Лера говорит... Вот блюформа, он немножко другой. Тоже будет лист разрезной, блюформа. А... Ой, скелетон. Скелетон, что я говорю? А вот блюформ, он немножко другой формы, у него сразу видно, он скошенный. Блюформ, лист скошенный, и он более длинный будет, да? Да, более узень. Более узким, более длинным. А цену мы не сказали, да, у них сколько они стоят? Эти, но 350, и эти 350. По 350, вот такие интересные, это оба эпипремонные, да? Да, есть, больше размеры, то есть все зависит от размера. Ну, 350, вообще отличная цена, новенькие филадендрончики, это, знаешь, название? Сильвер-Н. А, Сильвер-Н, не очень, он средний, если сравнивать, то он крупнее, чем расписной, и мельче, чем трейби, да, а так тоже красивый. И он такой беленький-беленький с возрастом, листочек становится, и быстро растет. Тоже такой покупала. Холодная зима. О, интересно, какое название. Холодная зима. А сколько стоит лет? Две тысячи. Деточка, стоит две тысячи. Ну, она потом будет белой, да? Белой? Или она такая светленькая? Нет, она вот такая вот есть, она переливается. Переливы цвета. Переливы цвета, розовая жилка, и потом зеленый, с большей частью даже белого цвета, чем зеленого. Интересная холодная зима. А я вижу красивый белетао, да? Вот здесь пестренький. Посмотрите, какой мраморный белетао. Вообще расписной просто. Вот мой сейчас, не могу подобрать ему хорошее освещение. Он без освещения может расти спокойно. А цвет не будет тереть? Он просто глубоко насыщенно темным. Сейчас я покажу. Будет темным. Красивый. Такой, вот это дорогой, да, Лера? Это большое прямо растение уже? Срезы от пяти с половиной верхушечной. Весь филодендрон уже с несколькими там... Вот только лоблана он будет, если метр два от окна. Метр два от окна, окраска будет темнее. Он будет темнее, да. Он будет насыщен. Но все равно он не теряет, да? Он устойчивая окраска. Большой куст 15 тысяч, срезы от 5 тысяч. К сожалению, Мотланд очень сильно... Мотланд, да, мы заметили уже... Он уходит в зелень моментом. Это Сингониум, да, или филодендрон появился такой? Сингониум. Сингониум Мотланд. Мы уже заметили, что он возвращает потом, если срезать, да, и дать молодому листу пойти. Цвет как бы возвращается. Оно легко теряет от освещения расцветку. Это Аллаказия. Сейчас мы еще покажем Агланемке. Вот этот церклер, как называется, красивый? Это гибрид, как-то пришел без названия, но он шикарный. Очень красивый. И он крупномерный. Да, да, да. И цвет красивый, и лист широкий. И дальше расцветка будет только накапливать яркость. У дома вот такой вот тоже. А стоит сколько? Полторы. Полторы тысячи. Красивенький гибрид. Просто очень красивенький. Ну и, конечно... А, вот тут еще я сейчас покажу маленькую вам Аллаказию, а потом уже Азалии покажу. Ой, правильно я говорю? Не Азалии, а Аллаказии. Это у нас тот же сорт, гибрид. Нет, звездная пыль. Звездная пыль. 600 рублей. 600 рублей. Нежненькая такая розовая окрасочка. Аллаказии я упорно вторую выставку называю Азалиями. Надо вот так еще подключить еще визуальное восприятие названия. Аллаказия. У Тулеры здесь во мху луковки, уже проросшие разных сортов. Сорт Азлани, помните, мы показывали вам. Он такой насыщенно розовый, переливающийся, очень красивый. А кроме Азлани здесь же... Есть мела. Ага, вот мела. Мы смотрели, он просто пластиковый листик, очень твердый. И сама Аллаказия, она стоит... Сколько она? Три с половиной, да? От трех с половиной. От трех с половиной. А луковки? От 800. А луковки можно 800 и побольше есть. Ну, конечно, у нее структура листа красивая и очень плотный листик. Тем самая из неприхотливых. Чем плотнее лист, тем более Аллаказия выдерживает. Устойчивее ко всем перепадам температуры, влажности. Уже адаптированные они пошли. Новые корешки у них у всех. Да, да, это видно. Сейчас покажем вам корешочки, посмотрите. Они пошли заплетать очень быстро. Вот Лера говорила, что если обычные Аллаказии могут реагировать на пересушку подворачиванием листа, то мела очень хорошо держит как раз и лист, если по какой-то причине получилось, что горшочек пересох. Ну, вот она луковкой продается тоже. И, кроме того, блэквильвер. Сейчас покажем вам сам листик у этой Аллаказии. А стоит сколько этот сорт? 950 рублей. 950 рублей. Это азиаты. То есть они уже... Они уже у меня дома отстоялись, уже привыкли к климату. Они уже практически адаптированные. Адаптированные можно покупать. И вот с плотным листом красавица тоже. Она загорает периодически. А Лера нам объясняла на выставке. Вот она начинает загорать. Красноватый оттенок появляется. Ну и сильвер, да? Да, сильвер дракон. И обычная шкура. Шкура дракона тоже очень красивая. Хоть ее тоже называют обычной, она так красиво смотрится. По сравнению с вот этими, их можно садить, благодаря композициями по коже. Они смотрятся вообще бесподобно. Есть. Ну и сейчас оказывается, что в комнатных условиях тоже Аллаказии могут спокойно приспосабливаться. Аллаказия нежелательный яркий свет, кроме звания. Потому что они полутени, и им нужна влажность. В остальном мне не приходит. Сильвер Квинт сколько стоит у нас такой? 250. Вот такой маленький филадон дрончик. Вот слышали совет от Леры, что Аллаказии, ну, я думаю, что все уже знают. Мы часто о них говорим, но еще раз напоминаем, что они не любят прямого солнечного света и не любят пересушивание грунта. То есть умеренный полив и умеренное освещение, и все должно быть в порядке. Здесь еще стоят драгоценные орхидейки. Забыла я цену. Сколько стоит? По 500 рублей. По 500 рублей. Вот вы видите, что многие растения у Леры вонху, потому что вот она, Лера сказала, что по отзывам девочек, которые проращивают луковки, и по собственному опыту Лера тоже проращивает. Гораздо быстрее лукавка в корешке. Он как антисептик природный является. Луковки. Так вот, во мхе луковки просыпаются быстрее. Сейчас я освобожусь уже скоро. Ну, и вот тут отдельно у Леры тоже, Лера сейчас уже начинает работу с омком, то есть можно купить и мох. Пакетики сколько, Лер, стоят? От 50 до 70 рублей. Лей стоит живой моксфактум, в котором хорошо укореняются наши растения. Даже от 30 есть отсек. Так что вот напоминаю еще раз в завершении первой части видео, что у нас сегодня в Новороссийске выставка комнатных растений. Проводится она в торговом центре «Смена», который расположен по улице Коммунистическая, 28А, и работает выставка до самого вечера. То есть в 5-6, а некоторые в 7 часов вечера только начнут собираться домой. Поэтому, если ваш день занят, то можно вполне заглянуть сюда, когда уже начнет темнеть, и все дела будут закончены. Всего хорошего, друзья! До новых встреч!